Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Сегодня наступает так называемый Сочельник, вечер перед Рождеством. Сегодня заканчивается так называемый Рождественский пост. Я, к сожалению, не соблюдаю посты. Человек грешный, как я называю себя, великий грешник. Многие люди, верующие, соблюдают пост. У меня, извините, не получается. Но я вспоминаю слова статцев, которые заповедовали нам, хоть мясо постом ешьте, только друг друга не ешьте. Сегодня я хочу поздравить всех вас с Рождеством Христовым. Мне хочется пожелать вам три вещи. Ну, во-первых, не сквернословить, не ругаться и не материться. Я считаю, что наш мир состоит из материальных предметов, объектов и из энергии. И энергия бывает разных видов. Есть светлая энергия, а есть темная. По сути, мат, сквернословие – это темная энергия. Когда мы ругаемся, материмся, мы призываем бесов. А если мы благословляем людей, то к нам на помощь приходят ангелы. Именно поэтому Иисус Христос заповедовал нам не проклинать врагов наших, а благословлять их, даже если они проклинают нас. Поэтому мое первое пожелание, друзья, не сквернословьте и не проклинайте друг друга, а благословляйте, желайте друг другу добра. Второе пожелание – научитесь правильно любить. Любовь бывает разная. Кто-то любит, скажет, пирожки, а кто-то скажет, любит своего мужа, потому что он зарабатывает деньги. Понимаете, есть разная любовь. Научитесь правильно любить. Правильная любовь – это самопожертвование. Допустим, возьмем пример. Александр Матросов отдал жизнь за своих товарищей. Закрыл грудью амбразуру пулемета. Почему? Он тоже хотел жить. Но он посчитал свою жизнь не такой важной, чем жизнь многих своих товарищей. Поэтому он отдал ее на алтарь победы, победы русского оружия. Вот это и есть самопожертвование. Как человек любит Бога, любит Иисуса Христа и открыто говорит об этой любви. Хотя его могут за это убить, могут покалечить. Это тоже своего рода самопожертвование. Поэтому, друзья, научитесь правильно любить. И третье, что я хочу вам сегодня пожелать. Очень часто люди желают друг друга здоровья, материальных богатств, чего-то еще, счастья и так далее. Это не самое главное в жизни. Олег, спросите вы, а что же тогда самое главное в нашей жизни? Самое главное в нашей жизни – это найти Царствие Небесное. Поэтому, друзья, я вам желаю найти тропинку в Царствие Небесное. Эта тропинка, она очень длинная. Рядом с ней проходят обрывы, скалы. Очень тяжело идти этой тропинкой. Хочется повернуть назад, где-то даже сойти с этой тропинки, уйти в сторону. Но, друзья, если мы встали на эту дорожку, мы должны идти до конца. С Рождеством Христовым, с праздником вас. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш Голос Правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова